Маскет Сором адамы Крым измены Я был в Крым измены Я был в Крым измены Баскет Баскет Балыш 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 Поехали. Очень, че? Да. Чекай. Неманят лак? Теш. Теле оптиме он? Да. Да. Это где? Или кто? Тебе не курица, ты не курица. Ты не курица. Ты не курица? Ты не курица? Да. суд тэмпиам равна команду здравствуйте по административным задержанным пришли маматов маматов иностранный гражданин документа да 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 я миграуз протокол туса в любом случае он саки-саки сейчас бринчи кстати он саки-саки звулада бринь сам бры-бры была на чинизм для дыма пух мастер пересечения получается по попова балтийская дрожила памятки мама то здрасьте по моему того законополиции открытые гласную статья 8 видео будет использована против меня в интернете я можете в суд подать конечно таких много все воду документы скажите он административно задержан протокол 18 без документов 1 1 а вы как утвердили что он документов нет по базе проверили мы не утверждили мы проверили он сейчас задержан административно протокол составлен до выяснять будет сотрудники миграции и составлять на него административный материал нет он сейчас административно задержано по 27 5 же он не более трех часов должен выходить 27 27 3 до 4 по-моему 3 то есть он материал сегодня будет составлять протокол задержание тоже завтра протокол задержания сейчас административный материал будет составляться завтра с сотрудниками миграции а их на шевченко или здесь будет составлять первоначально здесь будет а уже потом а как это я его представитель буду защищать как мне завтра придете будете во сколько можно будет прийти 9 и завтра среду да в принципе сюда можно можете сюда можете сразу по суда да там все равно на сотрудники не будет составлять в мою воик наверно не будут отправлять это я не но не скажу не знаю здравствуйте друзья мы находимся уже на роженном районном суде сегодня дело рассматриваться по части 11 привлекаемое лицо статьи 18 8 данная санкция это с административного удоварения и административного штрафа уранка от 2 до 4 тысяч рублей аз достал расслаблый бис сут бенос да бис бюген сут манежасы болу бетады маму узбекистанфу коросы кашкандиры векамызы бюген суты булата брынчик сын барбар статья 18 из яка радан амриху жарны кодексы бойча сутболады усут мальдисы за пустать и выдвари не особен он удауса спотлап выдвари не ковыдарым астаншу а кемзалку ламыз к тамысу машетангене чхамыз уже андрая встретимся после суда посмотрим стараемся конечно же да суда доведем чтобы вы не выдворяли данного гражданина безотеке брикта и фирмозы гяб сут манжасы ханная был и тады болея себе ген выдворение клады ма камайдама зимына харакат каламыз брикки сөзене сакя уйялмасын геприяне суттанге учрошамыз худа олса уважаем хурматли сутка актянгах спотла бирамыз а кэханамызы выдворение кырмасыны кучун асада бус статья и ки миштараплан выдворение клады бешілге худа олса мана біз кучумызлан илмиларымызлан харакат қаламыз суттан чықы бешерге чықан зазы досла а также, уважаемый, он не может просто пояснить, почему он не оформил свой документ он работал в Калманский район, по-моему, негационный учет был когда он хотел поехать в Барнаул, работодатель документы все забрал то есть он не отдавал, он работодатель хотел, чтобы он не уезжал ввиду того, что этот документ ему не отдавал, он не мог патент доплатить то есть документы у него все были, я не знаю, недавно же документы забрал у него даже, который не проходит сертификально знание русского языка тоже отсутствует и начнем по поводу легализации у него уже, хочу пояснить, решение есть на той неделе мы написали письменное заявление в отдел миграционного учета и там, получается, решение уже вынесено о продлении срока временного пребывания данным иностранным гражданинам но они пояснились, насколько они у нас тут стали и так же, как у нас уже, они тут рассматривают дело в рамках Куапа что выдача провел цередине, полная декольствия вынесена хотел бы пояснить, что но мое мнение при составлении протокола в отношении моего подозвращения были нарушены требования с открытием а поясню почему на основании указа президента РФ есть дополнительные меры по подтверждению, о которых коронавируется и первый заместитель министра, генерал полковник подписал требования это, получается, от 19 марта где говорится, что при отсутствии уностранных граждан которые допустили про нарушение пишут в произвольном форме заявление в отдел миграционного учета и в отношении уностранных таких граждан они должны поставить на миграционные граждан от 15 сентября до 2020 года и в отношении граждан есть допустившие нарушение срока времени на территории срока до 15 марта то есть до карантина продолжать исполнение меры предусмотренных с указанием от 19 марта то есть писать заявление в произвольном фирме, который вот так же здоровый подписал до сентября были так у нас в практике что граждане два года, три года которые находились незаконно писали просто в произвольной форме на основании вот этого указа от требования и когда мы на той неделе пошли и сказали решение в отношении уностранных гражданина уже вынесено положительно поставленными гражданами но сказали сначала вы должны сходить в суд это вот так же уважаемцу прошу в честь характер совершен нарушения инфраструктуры то есть по защитам материального положения и так же прошу милый вариант вынесен по нашим гражданинам назначенному наказанию или штрафа так как уже решение вынесено положительное решение то есть и дальнейшая легализация уважаемый суд то есть принимающая сторона завтра пойдет уже в связи с течением то есть седьминого срока пребывания поставленного гражданного учеба и потом уже будем оформлять проходить процедуру для поменения патентов медицина, страховку и патентов поменьше уже в практике как бы и есть такие вот легализуем таким образом а до сентября не составляли уже два-три года находились писали постпроизводную форму заявление прошел продлить срок время пребывания они проводят административную процедуру то есть отпечатки пальцев и администрировать то есть а сентября почему-то начали проразоваться это был снова горло они продумали так ну что уважаемые друзья мы вышли в судебное заседание судебное заседание закончилось ждем постановление постановление суда решение постановление ждем суда 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 1 1 кодекс однозначно нарушения ну сложилось всеми обстоятельствами судья рассмотрел всесторонне полное объективно своевременно рассмотрела дело и также с учетом что гражданин не смог в свое время выехать и на основании указа также требованием горового оставили без выдворения назначили штраф в размере 2000 рублей а сдустар я короткий римана озер судмажистан чисты без удалось амана амма на манарной спотла беды судья выдворения команды и кимич травку до осадобу статья бренчик сын больше бэрбэр статья 18 8 будет чабу выдворение клешки баха долбессор решает это может остается с Уважаемые друзья, берегите себя, своих близких, не нарушайте законы Российской Федерации. Всегда нужно соблюдать законы Российской Федерации и своевременно, конечно, вставать на миграционный час. Будьте здоровы!